Спасибо, что заглянули на мой канал. Сегодня у нас шаурма. Необычная, она в хлебе. И здесь много штук. Не знаю, сколько я смогу съесть, но в любом случае заказать я решила, потому что бесплатная доставка была от одной суммы. Я решила, что платить за доставку? Лучше еще одну шавуху взять себе. Не первый раз у них заказываю. Я первый раз просто делаю именно большой заказ. Я такой человек. Бесплатной доставкой можно меня подкупить. Историю забыла снять в Инстаграм. То есть, например, на каком-то сайте бесплатная доставка, например, с 300 долларов. Вы не поверите. Человек, который хочет купить на, не знаю, на 20 долларов, я куплю на все 300, лишь бы получить бесплатную доставку. По идее, это просто обман. То есть, получается, ты до бесплатной доставки добираешь товар, но ненужный товар, который тебе нафиг не сдался. Проще говоря, нерациональный расход денежных средств это ко мне. Я подсознательно думаю, что я сэкономила. На самом деле нет. Сегодня с утра сходили с мамой и постригли ее чуть-чуть еще короче. В прошлый раз девушка ее постригла. Ну, прям профи. Я сидела, просто смотрела, как она это делала. Настолько видно, что у человека рука набита. Сидела другая девушка. И она говорила, я приехала из Райзена специально, чтобы именно она меня постригла. Она профи своего дела. Просто мама, скорее всего, в деревне будет где-то месяц. А за этот месяц волосы отрастут. А у мамы очень быстро растут волосы. У меня, кстати, тоже. И мы решили маму подстричь немного. В общем, перед нами была девушка. Мы записались. Она делала какую-то вечернюю прическу для девушки с длинными волосами. И, в общем, она села в такси, уехала. И за кресло села моя мамочка. Видно, что девушка делает все профессионально. Когда она пшикала лаком, девушка, которая сидела, сказала, ой, нет, сильно не надо лак, не хочу этот эффект зализанности. И она сказала, окей. Немножко попшикала. И вроде как клиент, довольный, ушла. Потом буквально прошло 5-7 минут. Начала она звонить. Приехала я домой. Мне не нравится. Это все развалится. Как-то все непрочно. Она с ней поговорила. Откуда я знаю, что говорила она? Просто мастер отвечала ей, ну, вам же нравилось в салоне, вы же довольная вышли, что сейчас произошло. То есть, я ориентировочно понимала, о чем говорит клиентка. Потом проходит еще 5 минут, опять она начинает звонить. и говорит, муж пришел с работы, и мужу тоже не понравилась прическа. И при чем здесь мастер? У мужа может быть своеобразный вкус. Мужчины не очень хорошо понимают во всех этих вещах. Я просто сижу, у меня и интернета нету. Закончился мегапатин. Я сижу, просто слушаю их разговор, смотрю на маму. и смотрю на эту девушку, на мастера. Я понимаю, сколько в ней терпения, реально. Она так терпеливо ей все это объясняет. Потом на третий звонок она ей говорит, вот не нравится вам, правильно, вы недовольны. Не надо мне трепать нервы. приходите, я прямо сейчас отдам ваши деньги за вашу прическу. Не надо, говорит, меня нервировать, портить мои нервы. Приходите, я вам отдам ваши деньги за прическу. И она, видимо, уже начала давать заднюю, а то как-то неудобно, да? И она сразу начала, типа, я просто делюсь с вами своими впечатлениями, и так далее. Парикмахерская недорогая. Это не элитный какой-то салон красоты, где ты платишь баснословные деньги и требуешь идеально все. Мама, она первый раз подстригла, мама осталась очень довольна. Это было буквально недавно, наверное, где-то недели две. И мама вроде не собиралась к ней, просто она сейчас едет в деревню. Там, скорее всего, будет месяц, поэтому хочется немножко покороче подстричь. Я просто посидела и подумала, как сложно работать в сфере услуг, именно в бьюти-сфере. ты можешь быть мастером своего дела. Можешь давно быть в этой индустрии, но люди разные. Особенно, мне кажется, очень сложно работать с женщинами в женском коллективе. Сначала терпеливо объясняла, туда-сюда видишь, что человек не успокаивается. И она сказала, знаете что, приходите, забирайте свои деньги. Не надо мне. Но я-то сижу и смотрю на ее работу. Видно, что она не первый год работает. То есть, я как бы в этой ситуации была, как зритель со стороны. Как она берет в руки, например, фен и делает укладку, видно, что профессионал человек. Как она быстро-быстро стрижет. У меня мама очень придирчивый человек. Но она осталась довольна. И мне понравился результат. То есть, никакой асимметрии. Все идеально. И самое главное, просто салон под домом. Мы же не пошли к Анару, Ахахиеву делать мейк и потом предъявляем, что нам не понравилось. Понятное дело, что он другой уровень. А здесь просто салон под домом. Даже дело не в том, что клиенты такие плохие. Вообще, понятное дело, что человеку может понравиться, а человеку может не понравиться. И, возможно, даже правильно делают те люди, которые говорят о своих претензиях. Просто я поняла, насколько это сложно. так что, девчонки, которые работают в бьюти-сфере, вам низкий поклон. вот в деревне люди очень простые. Однажды я ехала в салон вместе с нашей соседкой. Просто мой двоюродный брат отвозил ее в салон, потому что не было другого таксиста. двоюродный брат. Она близкая соседка, то есть рядом живет. Утром рано надо перед всем этим мероприятием. Мне вообще не понравился ее свадебный макияж. или на лицо нанесли мелкие блестки. Вот я сделала приват-лейбл из такой штуки. Так нажимаешь, и, в общем, блестки распыляются. Получается у нее все лицо в блестках. И это выглядело просто ужасно, как будто хайлайтер нанесли на все лицо. И девушка увидела себя в зеркале и такая, вау, как классно! Ей сделали розово-фиолетовые тени, хотя у нее белое платье. То есть я не поняла, к чему ей сделали такой макияж. Ну, в общем, она осталась очень-очень довольна. С ней не согласовали, какие тени она хочет. Она сказала, делайте, что хотите. Ну, в общем, многие просто в ТикТоке говорят, что чем беднее клиент, тем он более требовательный. Смотрела одно видео, и там мастер говорит, не надо делать дешевле, чем делают другие. Лучше просто сначала набить руку на моделях, а затем уже ставить сразу высокую планку, высокую цену за свои услуги. В противном случае к вам будут приходить типа бедные клиенты, которые гораздо придирчивее, чем богатые люди. Я бы не сказала, просто мне кажется, это зависит от человека. Даже наоборот. Я наелась. Было очень вкусно. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Всех люблю, целую. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...